В современной библиотеке можно не только найти книгу о живописи, но и почувствовать себя художником. Как Ленёвская молодёжь включилась в интересный проект «Каждый в душе Леонардо да Винчи» запечатлела наша съёмочная группа. Мольберты, кисти, акварель – картина несвойственная для библиотеки, но Ленёвский дом книг любит удивлять своих читателей и на этот раз стал площадкой проведения мастер-класса, инициированного Центральной библиотечной системой из Китимского района. Мы всей командой, библиотекой нашей, придумали такой интересный проект, чтобы именно на фоне библиотеки дети могли порисовать, потому что у них было такое желание научиться рисовать, научиться каким-то интересным техникам. Три мастер-класса по изобразительному искусству в разных техниках уже состоялись. Читателям в других библиотеках из Китимского района удалось попробовать писать акварельными карандашами и пастельными мелками. Первая у нас была пастель, да, именно. Очень было интересно, сначала сложно, что-то не получалось где-то, но всё в конце получилось. С пальцами растирали и смешивали прямо на листе бумаги краску. То есть вот такие вот оттенки интересные получались. Руководитель проекта «Каждый в душе» Леонардо да Винчи – выпускница Новосибирского колледжа культуры и искусств, отделения декоративно-прикладного искусства. Сначала работал библиотекарем, теперь художник межпоселенческой центральной библиотечной системы из Китимского района. Вместе с коллегами, прислушавшись к желанию читателей, решили приобщить к живописи желающих. Чем больше, тем лучше, конечно, все хотят порисовать. По проекту у нас задумано вообще 16 мастер-классов, в каждой из них будут участвовать по 5 человек. А именно по сельским библиотекам. Старые из Китим мы выезжали, на плане у нас вот Чернореченский ещё район, модельная библиотека. И у нас в межпоселенческой библиотеке был ещё один мастер-класс уже. Сегодня у нас по плану акварельные карандаши. И сегодня дети узнают, как можно акварельными карандашами как по воде рисовать, так и по сухому. В Ленёвской поселковой библиотеке школьницы на каникулах учились работать с акварельными карандашами. Я не являюсь прям таким постоянным посетителем библиотеки. Надо беру книжки также читать. Об этом я узнала от Анастырии Валерьевны, то есть она мне рассказала, но мне стало это интересно. Я никогда не рисовала, не занималась этим, но очень интересно попробовать. Сначала в теории узнали о свойствах необычных цветных карандашей, которые можно узнать по капельке или кисточке на маркировке. Вообще творение карандашей – это цветные карандаши, в состав которых грифель обходит водорастворимый пигмент. Именно когда вы наносите, сначала рисуем, как обычным карандашом грифельным, но когда мы, вот эффект показан, когда мы добавляем воду, именно он размывается, как акварель. Первые несмелые штрихи простым карандашом в наброске сменились более смелой штриховкой. За мольбертами девочки чувствовали себя комфортно, прислушивались к словам наставника и осваивали новый для себя вид творчества. Четкие карандашные линии стали мягкими, когда девушки взяли в руки кисти и при помощи обычной воды сделали акварель яркой и нежной одновременно. Несмотря на то, что образец для всех был единым и учились у одного мастера, каждый рисунок получился особенным. Дети все по-разному видят, каждый по-своему. Я, как преподаватель, подсказываю, направляю в нужное место, как правильно карандаш направить. Именно, или как кисть. Остальное – это личная их фантазия, как она уже проявится на бумаге. «Мне так нравится, я так вижу», – говорили авторы, как заправские художники. И это лучшее доказательство того, что урок пришелся девушкам по душе. А тем, кто наблюдал со стороны за рождением картин, очень хотелось самим сесть за мольберт и взяться за карандаши. Я была в комиссии, когда мы распределяли как раз деньги, кто получит. И вот грант Ольги, проект Ольги, он был один из первых, кого одобрили, потому что он оригинален, он отличается от остальных. И я вот так не припоминаю, я не первый год в этой комиссии, я не припоминаю, чтобы кто-то у нас учил живопись. Мне вообще часто хочется не самой организовывать, а участвовать, потому что обычно мы же по другую сторону. А здесь вот со страшной силой хочется участвовать, конечно, потому что это умение, которого у меня совсем нет, и очень хочется попробовать, чтобы вышло. И тем более так интересно, вот сидят пять человек, один у них преподаватель абсолютно, все слышат одно и то же, все пятеро по-разному сделали. Вот даже девочки, видно, что подружки рядом сидят, все равно другая совсем работа. Не все участницы мастер-класса – новички в живописи. Ульяна Лукьянова учится в Леневской детской художественной школе и с техникой акварельной живописи карандашами знакома. Она работала легко и непринужденно, а картина получилась эмоционально яркой, и тому были причины. Есть такой мастер-класс, можно его посетить, и он достаточно открыл мне душу. Я, признаюсь честно, очень долго не рисовала акварельными карандашами, вот считайте, это первый раз за год, когда я взялась за них, и мне очень понравилось. Больше я, конечно, люблю работать с какими-то пастельными материалами, которые можно раскрошить, размазать, смешать. Не знаю, очень близко. Проект действительно необычный и притягательный. За непродолжительный промежуток времени девушки почувствовали, что могут рисовать, и изъявили желание обучиться рисовать пастельными мелками. А пока не исключено, что прямо из библиотеки девушки отправились за бумагой для акварели и карандашами. Я вообще в жизни никогда не рисовала, в принципе, только в школе. И вот сегодня нам привели этот мастер-класс, мне очень понравилось рисовать карандашами, и, возможно, я это буду продолжать дальше, то есть дальше буду этим заниматься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова